МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас они у нас в студии. Доброе утро! Доброе! Ну, докажите, что это вы, докажите всем нашим телезрителям. Ты что, они у нас не узнали, что ли? Конечно, узнали! Как же у вас сложилась дружба с этими представителями фауны, такими разными? Это вы меня спрашиваете? Да, теперь уже вас. Ну, потому что уже много лет мы с ними общаемся. Ну, с Хрюшей я меньше общаюсь, у него есть еще другая основная. Она и мама, а со Степашкой уже давно, лет 40, уже точно, 50. А у них друг с другом, у Степашки? Ну, тоже где-то с 72-го года. Не конфликтуют? Нет, все в порядке? Ну как, каждую передачу конфликтуют. Ну вот, всем, кто взрослеет на вот этих прекрасных ребятах, хочется узнать, когда уже повзрослеют, откуда же у них растут ноги-то в конце концов? Это секрет? Какой-то странный у вас вопрос, я бы сказала, такой неоднозначный. Ну, у нас смотрят дети, однозначный вопрос. Многие-то растут откуда надо, а вот головы у них растут от некоторых вспомощиваний. Да, ну вы что имеете в виду? Ну, просто-напросто хотелось узнать, насколько вы близки с ними. Ну, мы практически не расстаемся, но бывает, конечно. Значит, у нас есть передача, естественно, запись, и потом мы едем вот по разным городам с миром без слез, и иногда отдыхаем от них. А вот говорят, что актеры кукольных театров совершенно-таки бесславные люди, потому что, ну, их зачастую не видно. А вот никогда не завидовали славе своих друзей? Нет, дело в том, что я вообще не артистка кукольного театра. И взяла куклу практически первый раз на телевидении у Степашки и Хрюши. Но у Хрюши потом попозже, там, когда было нужно, когда у нас заболела наша Наташа Державина, основная исполнительница Хрюши. А до этого и вообще я артистка эстрады. Я работаю и с ними на эстраде, а раньше работала во взрослом театре на эстраде. А до этого я вела передачи, как в «Живом плане», тоже детские передачи. И потом постепенно как-то вот так получилось, что я обратилась к кукольному. Даже я не могу сказать, что это кукольные. Это живые наши зверушки, живые наши персонажи, даже не зверушки. Характеры меняются у них с годами? Нет, не меняются. Они все те же юные и задорные? Они те же самые, им столько же лет, сколько и было. Когда он говорит, когда я вырасту, то никто не верит, потому что он не вырастет никогда. Он такой маленький и останется. Одно время было, кто-то придумал, что они будут расти, вырастать и потом выходить замуж, кто-то и жениться там и так далее. Ну, что, видимо, не реализована была эта идея, потому что мы этого не видели. Она просто была бездарная, я считаю, потому что это никому не нужно, детям в первую очередь. Понятно. Ну, вы не взрослеете, ваши друзья не взрослеют, а аудитория? Аудитория, конечно, меняется, поскольку мы начинали с тех детей, которые уже стали бабушками и дедушками. Сейчас мамы и папы, и дети, и это передается по наследству, поэтому она, любовь, не просто вот такая мгновенная, она именно передается с генами. Вот вы уже больше 50 лет в эфире. Да. Как вы настолько хорошо выглядите за это время? Вот, вот, последний раз я вас видел лет 10 назад, вы вообще не изменились. А когда вы 10 лет назад были? А вот была такая, была программа по телевидению. А, просто, ну, понятно. Да, не живьем, да, а на экране. Да. Вот, расскажите ваш рецепт, и, если возможно, ну, нехорошо спрашивать, сколько вам лет? Мне будет скорость 74 на днях, ну, не на днях, на месяц, а в октябре. А вот теперь расскажите, как в таком юном возрасте остаются вот эти вот ребята? Вот, благодаря тому, что они остаются в юном возрасте, наверное, и остаюсь я где-то так, ну, не в юном, но где-то не доходя 74 лет. Вот, хотя у меня уже и два правнука есть, и куча внуков, куча просто. Я уже не знаю, сколько их, семь, по-моему. Вот, и с ними я тоже как-то на равных бываю. Ну, иногда приходится быть и взрослой, тогда они мне, несмотря на то, что мне уже достаточно лет, они мне могут и нахамить, как своей ровеснице, после чего я начинаю топать, махать руками и так далее. Ну, все равно они меня, никто меня бабушкой не зовет, и прабабушкой тем более, они зовут меня. Ну, для нашей семьи у меня мама, которая недавно скончалась, она до последнего времени была Ниночкой. Никто ее никогда не называл бабушкой, прабабушкой, прапрабабушкой она уже была, а меня Наташей, все Наташей. Поэтому вот так, наверное, мы и существуем, как ровесники. Ну, они чуть-чуть моложе, я чуть-чуть старше. Спасибо вам большое за наше детство, за то, что мы выросли вот такими благодаря вам. Спасибо вам. Спасибо вам за то, что вы нас любите. Обычно говорят в гостях у сказки, но сегодня сказка была у нас в гостях. Дальше еще интереснее, не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»!